Пресс-конференция проведения первой ярмарки вакансий в Харькове для переселенцев. Новая жизнь в Харькове ярмаркам возможностей. Сегодня Михаил Долгополов, активист Автомайдана Харьков, Екатерина Стрельченко, станция Харьков, и Анатолий Толстых, заместитель директора областного центра занятости. С кого начнем? Михаил, давайте с вас. Добрый день. Мы сегодня анонсируем мероприятие, которое предложено группой общественных организаций. Называется оно «Новая жизнь в Харькове. Ярмарка возможностей». Это мероприятие для переселенцев из зоны АТО, временно перемещенных лиц. Почему возникла такая идея? Почему именно у общественных организаций, и, наверное, все знают, что в Харьковской области, по разным данным, где-то около 150 тысяч временно перемещенных лиц, людей, которые переехали сюда. Трагедия, которая произошла в Донецко-Волганской областях. И проблемы, с которыми сталкиваются эти люди, они крайне разнообразны. То есть это проблемы и социальной адаптации, и профессиональной адаптации. И, несмотря на то, что масса организаций решает эти проблемы, все равно, в общем-то, конца и края не видно. Мы предложили формат «Ярмарки возможностей», прежде всего потому, что, в общем-то, уже имели опыт проведения таких ярмарок для студентов. И мы прекрасно знаем, что невозможно просто дать работу тем людям, которые приехали из зоны АТО, из зоны социального бедствия. Мы не можем просто дать им, хотя бы потому, что механически это сделать невозможно. Но мы можем создать возможности для этих людей. Это, как, знаете, в старой китайской притче о том, что можно дать человеку рыбу, можно дать ему удочку. Вот «Ярмарка», собственно говоря, это такая удочка. Немножечко коротко о формате «Ярмарки». На «Ярмарке» будет присутствовать более 20, мы надеемся, крупных системных компаний-работодателей. Они будут присутствовать там живьем, то есть будут присутствовать их представители. И, соответственно, у них будут вакансии, которые они будут предлагать участникам ярмарки, посетителям ярмарки. Также мы хотим параллельно запустить, параллельно с этим мероприятием, запустить семинары, круглые столы, у которых участники также могут принять участие, получая навыки, необходимые для поиска работы и социальной адаптации. Ну, такие темы, как поиск работы, контакт с работодателем, почему мне отказывают при собеседовании, правовые аспекты трудоустройства. У нас также есть задумка, и, в принципе, мы договорились уже с одной из крупных юридических хайперских компаний, юридической фирмы ILF, о том, что будет проведен семинар также для работодателей о том, как правильно брать на работу переселенцев, о том, какие при этом возникают возможные проводные коллизии, как их преодолевать. То есть мы хотим сделать это мероприятие не только возможностью для переселенцев вот тут же непосредственно найти работу, но возможностью приобрести полезные навыки, знания, которые помогут им более комфортно чувствовать себя в городе и адаптироваться, в общем-то, к их здесь новой жизни. К сожалению, исходя из ситуации, даже вот исходя из ситуации последних дней, мы не можем прогнозировать стабилизацию ситуации в ближайшие полгода. Поэтому давайте говорить так. Скорее всего, это надолго, и нам нужно находить способы конструктивно интегрировать этих новых людей, а их немалое количество, в наше сообщество. Поэтому ярмарка – это, безусловно, не панацея, это такое приглашение к харьковскому сообществу, скажем так, принять участие, интегрировать этих людей в нашу жизнь. Само мероприятие состоится 17 апреля с 11 до 16.00 в помещении вип-сектора «Стадионный металист», холл, первый этаж. Там же будут проходить семинары, только на втором этаже. Как я уже говорил, мероприятие было инициировано общественной организации «Автомайдан Харьков». И мы немедленно обратились, пожалуй, к самой известной организации, которая занимается вопросами переселенцев. Станция «Харьков» и встречинка Екатерина здесь присутствуют. Тоже прокомментируют что-то. Да, спасибо большое. Станция «Харьков» – это организация, которая занимается проблемами и помощью временно перемещенным лицам, которые оказались в Харькове и в Харьковской области. Проблема с трудоустройством – это одна из самых острых проблем, которая стоит на данный момент. Ярмарка вакансий – это крайне своевременное мероприятие, потому что оно даст возможность большому количеству людей определиться или даже, возможно, получить трудоустройство. Почему это своевременно? Потому что сейчас уже почти год прошел с начала конфликта, и сейчас для многих людей стало ясно, что возвращаться им некуда, они останутся здесь и будут здесь строить свою новую жизнь. И если раньше люди могли перебиваться какими-то подработками или вообще жили без работы, используя свои накопления, которые у них были до этого, то сейчас накопления заканчиваются, и понятно, что, скорее всего, Харьков – это тот город, где начнется новая жизнь этих людей. И работа, наличие работы – это важный компонент нормальной жизни и адаптации к новому городу. Ярмарка вакансий – это мероприятие, где временно перемещенные люди могут познакомиться непосредственно с работодателями. Они могут узнать о предприятиях крупных, которые есть в Харькове, и выбрать себе то, что им будет по душе, и там, где они могут применить свои способности. Кроме того, ярмарка вакансий – это возможность для работодателей получить квалифицированных, мотивированных и ответственных сотрудников, которые ищут работу здесь и, возможно, не настолько компетентны в поиске работы, что без ярмарки вакансий они бы о них и не узнали. Наша задача стоит не только привлечение работодателей, хотя это, конечно, задача номер один, и мы очень надеемся увидеть крупных работодателей, у которых есть актуальные вакансии. Но задачей стоит еще и подготовка людей, которые придут туда за работой, подготовка их к этой ярмарке, информирование их о том, какие там будут предприятия, и подготовка их резюме, так, чтобы они пришли уже с расчетом, не с пустыми руками, и с расчетом встретить здесь своего работодателя, или хотя бы определить направление, в котором им двигаться. Многие люди, которые сейчас в Харькове ищут работу, к сожалению, имеют такую специальность, которую они не могут здесь применить. И им нужна переобучение, переквалификация, или хотя бы какие-то вводные курсы в профессии. И в этом направлении мы благодарны службе занятости, которая дает им такую возможность. Станция Харьков сотрудничает с центром занятости, начиная с лета, сотрудники дежурят на вокзале, они дежурят на пункте помощи. И кроме того, служба занятости – это возможность человеку выйти с новой профессией и применить ее у работодателя. И вот я хочу... Анатолий Владимирович, как вы хотите взаимодействовать все равно волонтерам без государственной поддержки просто никуда, точно так же, как и внутренне перемещенным. Областная служба занятости с удовольствием поучаствует в этой ярмарке возможностей. Мы готовы представить разные блоки нашей службы. В общем-то у нас есть уже тоже большой опыт проведения личных ярмарок для разных категорий населения. Поэтому практически всю информацию, что касается областной занятости на этой ярмарке граждане могут получить. Там будут представлены и вакансии, как по Харьковской области, по городу Харьков, так и по всей Украине. На сегодняшний день мы располагаем более 40 тысяч вакансий по Украине, более 3 тысяч вакансий по Харькову и Харьковской области. Я думаю, интересуют также вакансии жильем. Таких вакансий по Украине на сегодняшний день около тысячи насчитывается. И где-то более 100 вакансий по Харьковской области именно вакансии жильем. Поэтому, в общем-то, эти также все вакансии будут представлены на ярмарке. И если в настоящее время интересует, конечно, мы также готовы работать уже и по этими вакансиями в рабочем режиме с гражданами, которые к нам обращаются. Также на этой ярмарке, особенно эта норма, все-таки будет интересна молодежь, можно пройти так называемое прохно-технистическое тестирование по выбору профессии. Наши специалисты помогут это сделать и каждый человек может определить, какая профессия наиболее для него подходит. Это больше для молодежи, которое касается, практически получить всю информацию и о работодателях, не только тех, которые будут представлены на ярмарке и в Харьковской области, получить информацию об учебных заведениях, в общем-то, и Харькова, и всей Аполлины, и ряда другой информации, которая будет интересовать посетителей этой ярмарки. Также хочу сказать, что в центре занятости, в том числе в городе и в районах центра занятости, постоянно работает горячая линия, ежедневно, в том числе и в праздничные выходные дни, поэтому по всем вопросам вы можете обращаться на горячую линию службы занятости. В городе Харькове телефон я назову 714-96-34. Наши специалисты также готовы ответить на все вопросы, в том числе и по формату, по проведению данной ярмарки. Также хочу сказать, что в настоящее время Верховной Радой принят закон 14-96 под таким номером, который, скажем, улучшил законодательно, обеспечивал возможность, эффективность работы службы занятости и помощь переселенцев в трудоустройстве. Этими нормами предусмотрена первая, это финансовая заинтересованность работодателя в приеме именно внутренне перемещенных граждан в трудоустройстве работодателя путем компенсации затрат на заработную плату и налоги на заработную плату именно для переселенцев, которые будут компенсироваться и средства службы занятости. Вторая форма поддержки, это службы занятости будет оплачивать в случае, если это необходимо для трудоустройства, прохождение медицинского осмотра. Это тоже, в общем-то, стоит и до определенных денег, особенно связано с наркологическим осмотром и так далее. Слоба занятости будет компенсировать. И также, если это необходимо для трудоустройства, переезд на другое место жительства, место работы, также службы занятости будут компенсироваться. Это будет компенсироваться средства службы занятости. И следующая норма, которую мы также долго ждали, отменено такое требование законодательное, когда общественные работы финансировались по так называемой 7,50 на 50, то есть 50% из местного бюджета и только в этом случае 50% выделялось средств службы занятости. Конечно, это очень серьезно сдерживало финансирование средств службы занятости, потому что не все поселковые советы, сельские советы, районные советы могли выделять для этого деньги. И у нас, скажем, поселковые и сельские советы практически вообще не было возможности организовать такие общественные работы, хотя там проживали, в том числе, и внутренне перемещенные граждане. В настоящее время эта норма отменена, сейчас разрабатываются подзаконные акты парализации этой статьи, я думаю, в ближайшее время уже эта норма будет отменена, и у нас будет возможность все-таки более широко финансировать участие, в том числе, внутренне перемещенных граждан в общественных работах. Анатолий Иванович, подскажите, пожалуйста, есть ли уже определенная статистика вот тех зарегистрировавшихся людей, то есть какие больше специальности люди, к какой специальности обладают приехали? То есть есть ли спрос на эти специальности? Что нужно делать и как действовать в дальнейшем? На сегодняшний день службы занятости зарегистрировано уже около 5000 внутренне перемещенных граждан, те, которые официально обратились в цензайтости, хотя мы понимаем, конечно, таких граждан больше, и мы, в общем-то, постарались со всеми гражданами, которые даже проживают в дальних селах, в области, в отдаленных каких-то поселках, мы постарались вместе с нашими социальными партнерами, с общественными работерами, встретиться с этими людьми, в общем-то, информацию довести этим людям, и поэтому все, кто желает, они могут, естественно, обратиться в цензайтости, зарегистрироваться, и мы будем подбирать работу, и если работа не подобрана, естественно, выплачивается пособие по безработице, но действительно сейчас такая проблема существует, особенно это касается внутренне перемещенных граждан, имена, несоответствие профессии, спросом на рынке труда. Ну, допустим, как пример, там обращаются шахтеры Харьковской области, понятно, что у нас шахтеры не требуется ряд других специальностей, особенно много таких инженерно-технических специальностей, служащих, которые сегодня не востребованы на рынке труда Харьковской области, поэтому... Спецификация, правда. Да, спустя, да, большая специфика, и, в общем-то, службы занятости практически всем этим людям предлагают возможность переквалифицироваться. Повысить квалификацию, пройти курсы профобучения, это все делается бесплатно, кроме того, оплачивается и проживание этих граждан, когда они проходят курсы, оплачивается проезд до места обучения. Есть у нас при нашей службе создан так называемый Центр профтехобразования, службы занятости, который находится в территориальном расположении в Дергачах, недалеко от Харькова. Ну и часть профессий мы обучаем в городе Харькове, в общем-то, это тоже не проблема, если эта доставка оплачивается, Дергачах выведет наш автобус, то есть не надо этого бояться, обеспечиваем общежитие. Дергачах мы обучаем именно в нашем Центре профтехобразования, мы обучаем 22 профессиям пролицензированным, которые востребованы на рынке труда. Если есть необходимость человеку переучиться или повысить квалификацию по другим профессиям, то тоже не проблема, мы направим другие учебные заведения к работодателю, все оплатим. И главное, конечно, такое, скажем, условие, мы обучаем именно под гарантией трудоустройства, то есть если человек учится, мы практически вместе с работодателем стараемся, чтобы человеку, конечно, трудоустроим. Анатолий Иванович, такой технический вопрос, потому что не все люди приезжают с соответствующими справками и документами, то есть не в трудовой книжке. Как ваши сотрудники действуют в таких случаях? Да, это вот подняли действительно такую проблему, когда у граждан нет документов. Ну, во-первых, подбор работы мы проводим всем гражданам, помогаем в поиске работы, независимо, есть документы, нет документов, всем мы помогаем подобрать работу. Если нет трудовой книжки, как вариант, конечно, без трудовой книжки, ну, как правило, работодатели не берут, конечно, хотя там есть другие разные механизмы, эту книжку восстановить и так далее. Но, тем не менее, мы предлагаем и ищем такие вакансии, общаясь с работодателями, и уже, в общем-то, у нас уже десятки, сотни людей трудоустроены. И по совместительству, по так называемому гражданскому правовому договору, когда трудовая книжка необходима, не нужна. Это как одна из форм. Кроме этого, в общем-то, есть механизм, и, в общем-то, он тоже у нас реализуется, это законодательно, как бы уже можно подтверждено. Человек может дистанционно уволиться, обратившись к нотариусу, нотариально заверив письмо на предприятие, где он учислится, так сказать, чтобы его уволили. И предоставив таким образом потом это нотариально заверенное письмо, и желательно, если будет ответ, конечно, это вообще было бы идеально. А также это письмо должно быть отправлено почтой с уведомлением. И тогда, в общем-то, человек считается, что он уволен с предприятия. Следующая форма, как можно уволиться, это через суд. Также через суд, как бы, суд принимает решение, что человек уволен с того или иного предприятия. Это, в общем-то, судебное решение необходимо. При необходимости мы помогаем, наши юристы помогают составить исковое заявление, и человек обращается в суд. И, в общем-то, таким образом его увольняют, и он считается уволенным, и, как бы, вы имеете уже право, в том числе и на социальную и материальную помощь от лобоза и достигают. Я, Екатерина, к вам вопрос, потому что я знаю, что станция Харьков, вы вот поэтапно развиваетесь. Мало того, что вы сначала чаем людей кормили, как-то принимали, да, все это, да, все сегодня уже на более высоком уровне, и вы сотрудничаете с международными организациями, которые в рамках проекта вы рассматривали, я знаю, что, проекты по обеспечению именно переселенцев работой, то есть работа и проект с нуля. Вот насколько, вот на каком этапе сейчас эти переговоры с теми донорами и международными организациями, и какое направление вы сейчас разрабатываете? Ну, наверное, вы говорите о гранте международной организации миграции, но о самозанятости населения. Этот грант реализуется в Харьковской области, связан он с прохождением курсов о открытии своего дела, и затем в течение месяца человек, который прошел эти курсы, разрабатывает свой бизнес-план, открытие своего собственного дела, и консультировать при этом со специалистами, которые имеют в этом опыт и могут направить этого человека. В течение месяца, после месяца он защищает проект, и если комиссия признает его бизнес-идею жизнеспособной и способной принести ему заработок, и кроме того, самому, наверное, стать будущим работодателем, то выдается сумма поддержки на открытие своего дела. Вот такой грант есть, он сейчас реализуется, большое количество людей в нем участвуют, потому что самозанятость – это альтернатива трудоустройству. Все равно количество вакансий не такое большое, как количество желающих на них попасть, и если человек имеет к этому способности, и, возможно, некоторые люди давно бы не мечтали открыть свое дело и не имели для этого возможностей и знаний, то сейчас, благодаря этому гранту, они их получат. И, кроме того, существует сейчас программа, она не связана столько с благотворительными организациями, а связана она с непосредственно работодателями о компенсации при создании новых рабочих мест. Вчера был брифинг в Киеве, мы ждем результаты для того, чтобы проинформировать об этом работодатели, и при создании определенного количества новых рабочих мест они получают компенсацию и на создание этого рабочего места, и на оплату труда сотрудника на этом рабочем месте. Надеемся, что это поможет временно перемещенным людям найти работу на новых рабочих местах, и расширит рынок труда Харькова и Харьковской области. Я хотела добавить, что для граждан, которые желают открыть свою предпринимательскую деятельность, зарегистрированные центры занятия как безработные, служба занятий также может помочь, в том числе и материально, получить так называемое одноразовое бутылочное пособие для организации предпринимательской деятельности. Это безвозмездно получают люди это пособие. Плюс к этому, естественно, мы оплачиваем, и человек проходит обучение на курсах по основам предпринимательской деятельности, то есть мы его готовим и помогаем зарегистрироваться как частный предприниматель, и в дальнейшем, вплоть до того, что поможем даже подобрать сотрудников с компенсацией единого социального взрослого, то есть экономической поддержкой на выплату заработной платы. То есть эти люди также могут к нам обращаться параллельно или отдельно, получить еще какие-то небольшие деньги для развития предпринимательской деятельности. У нас еще есть вопросы. Вы из Нарады, расскажите, пожалуйста, какие вакансии у вас требованы более всего? В настоящее время по Харьковской области, в общем-то, спрос особо как бы последнее не меняется. В основном это больше всего востребованы рабочие профессии, станочники, потому что Харьков все-таки домашнестроительный город, станочные профессии, профессии, которые обслуживающие, так сказать, это электромонтеры, электрогазосварщики. Что касается неквалифицированных профессий, очень много востребовано. Тех же предварников очень много у нас, на эти кондукторы востребовано, водители трамваев, талебусов, хотя, в общем-то, мы активно и учим, обучаем этих людей вместе с соответствующими предприятиями. Ну а среди служащих, скажем так, в основном большая потребность, это, скажем, такие специалисты в страховых агентствах у нас много востребовано. Конечно, как всегда востребованы специалисты высокого класса, хотя на учете таких людей у нас много состоит. И даже в тех же бухгалтерах, хотя их много уже обучено, но хороший бухгалтер, в принципе, всегда может найти работу. И хороший юрист тоже может найти работу. Хотя и таких вакансий немного, но тем не менее, и если есть необходимость, я уже с этим говорил, мы готовы, так сказать, повысить квалификацию этим людям. Допустим, бухгалтер может обучиться, а программу 1С изучить. И, соответственно, когда уже у него конкурентоспособность на рынке труда возрастет, будет повысить квалификацию, но легче найти работу. Можно еще один ваших комментариев? Да, да, да. Поскольку у меня лично опыт проведения такого рода мероприятий достаточно интенсивный, то есть 5 лет подряд, с 2003 по 2008 проводил такие ярмарки, по моему наблюдению, вот как раз ярмарка снимает этот вопрос «Кто нужен?». Потому что обычно люди приезжают и скажут «Кто нужен?». Ну, следует печальный перечень профессий, там дворники, там и так далее, человек думает о Господе. А ведь на самом деле, вот сплошь и рядом возникает ситуация, когда этот человек был не нужен, но когда работодатель с ним встречается, разговаривает, он понимает, что этот человек ему нужен. Именно поэтому мы называем это мероприятие «Ярмаркой возможности». То есть, безусловно, мы будем размещать информацию о вакансиях, о предприятиях, но всегда нужно смотреть шире, всегда нужно смотреть, что это моя возможность, и даже если я там не нужен, я там все равно нужен. Вот, и идти, в общем-то, и эту работу получать. Поэтому… Стучаться. Да, абсолютно, стучащую. Я хочу еще два небольшого уточнения. Первое – это по своему делу, если есть статистические данные, сколько людей уже обратилось по карту, по области, на заграндом или же службу замыкновения на открытие своего дела, на нахождение обучения, сколько людей уже обратилось. То есть, результаты всей этой работы? Да, да, да. Помощь вытекает? Ну, у нас, в общем-то, согласно законодательству, помощь в организации предпринимательской деятельности уже, как бы, эта норма давно действует, и ежегодно у нас до полутора тысяч таких людей обращаются, и они получают эту помощь. Ну, обращаются больше, но получают, естественно, как бы, предприниматель, не каждый может быть, потому что они проходят и психологическое тестирование, в общем-то, и отборы, и комиссия, бизнес-план оценивать и так далее. Поэтому больше тысячи у нас каждый год получают одноразовую и становятся предпринимателями. В этом году нам обратилось и получили одноразовую выплату уже около 300 человек, ну, цифра каждый день меняется. Из них около 30 человек, было 26 человек, это 20 число, это из числа внутренне перемещенных граждан, которые стали предпринимателями, такие цифры. Катя, вы по своему проекту скажите, какие результаты? Я, занятия сейчас в марте как раз реализуются тренинги для начала участия в этом гранте. Недостатка желающих участвовать в нем нету, к сожалению, даже некоторые люди записались уже на следующий, поздно узнали и очень об этом сожалели. Грант реализуется не в Харькове, а в Харьковской области, в четырех районах, это Чугу, Боровая, не помню еще какие. Где-то на сайте можно посмотреть? Да, конечно, это можно посмотреть на сайте. Несмотря даже на то, что это не Харьков, а район, количество желающих предостаточно. И около по Харьковской области более ста человек участвуют в этом гранте, это точно. В точных цифрах боюсь ошибиться, потому что просто именем не владеют. Подскажите, пожалуйста, какие направления? Это сельское хозяйство, может быть, торговля? Есть совершенно разные направления, все зависит от того, какие у человека были ранний опыт работы, какие у него способности, и что он умеет делать. Так как это районы, то некоторые люди хотят, конечно, реализовать свое дело по открытию фермерского хозяйства. Металлогично. В Харьковской области, попав в Харьковскую область, и не открыть свое фермерское хозяйство, мне кажется, что это упущенная возможность. Многие люди хотят открыть бизнес в интернете, это интернет-магазины и продажи. В районах тоже есть интернет. Нет, просто стереотипно мы так мыслим, что в основном Харьков пользуется активной интернетом. Ну, Харьков пользуется активной интернетом, но район тоже, я думаю, не отстает, может быть, на втором месте после Харькова. Есть по изготовлению, по столярным мастерским, по изготовлению товаров народного потребления. Вот, есть несколько заявок, которые хотели подавать по изделиям ручной работы, изготовлению и продаже. Ну, в общем, все зависит от того, чем человек занимался раньше, что он умеет хорошо делать, где его зона повышенных способностей. У нас еще есть аппаратные дамы. Мне бы хотелось, чтобы прозвучала еще такая тема, ведь это мероприятие не только чисто утилитарное, вот человеку нужна работа, вот как у него возможность найти работу. Это очень такое резонансное мероприятие, имеющее большой социальный смысл, направлено не только на переселенцев, но и на жителей города Харькова. Вот немножко об этом. Ну, в каком-то смысле, ну, во-первых, это мероприятие открытое. Безусловно, стоп-контроля для переселенцев на входе не будет. Вот. Но, наверное, Екатерина имеет в виду, что, ну, то, о чем я немножко уже говорил, что Харьков так или иначе должен будет адаптировать тех людей, которые приехали, и часть из этих людей, опять же, по опыту общения, мы знаем, что многие из этих людей, безусловно, стремятся вернуться на родину, вплоть до того, что отслеживая там каждый день, когда прекращаются обстрелы, они собираются и едут назад. Это, кстати, еще одна из проблем, с которой, безусловно, сталкиваются работодатели, и об этом нужно говорить, опять же, и помогать и той, и другой стороне с этой проблемой работать. Но часть из этих людей, так или иначе, найдет себя здесь, и как бы ни развивалась ситуация на востоке Украины, часть из этих людей здесь останется, и в этом смысле, вот еще раз тогда повторю, что мероприятие действительно социальное, потому что мы хотим, не просто там безболезненно, мы хотим помочь конструктивно этим людям интегрироваться здесь, и, в общем-то, ну, не забываем, что это не просто там бедные несчастные, это люди, это таланты, это руки, это головы, которые, в общем-то, могут приносить пользу, могут работать и, соответственно, в наших интересах интегрировать их максимально в наше сообщество. Управить энергию... Мирное место, да. Хорошее, да. То есть приумножать. Михаил, у меня... Вы что-то хотите... Я хотел добавить, что, возможно, наверное, в этом мероприятии хотят поучаствовать и военнослужащие, которые сейчас уже демобилизуются из зоны АТО, которые, в общем-то, уже начали становиться, поэтому, я думаю, это как бы тоже действительно расширится спектр участников этого мероприятия за счет военнослужащих, которые демобилизованы. Мы их тоже приглашаем поучаствовать в этом мероприятии. Что тоже достаточно аргументировано и необходимо на сегодня. Михаил, у меня такой вопрос, наверное, завершающий. А, уточнее, давайте уточняйте, а потом... Вот, собственно, сейчас уже про военнослужащих, про демобилизированные, как вы это запоминали. Здесь есть такой момент, что большинство тех, кто уводняется в запас, они как бы остаются в запасе, то есть их в любой момент могут фактически их собрать, обратно в часть вызвать. И вот в связи с нестабильной ситуацией, нет ли опаски со стороны работодателей, что, ну, правило, демобилизировано, что, может, этот человек через неделю могут обратно вызвать, а нужно сохранять рабочее место, платить зарплату, нет ли вот в этом проблемы с этим работодателем? В принципе, они, наверное, уже куда-то уходили, да? И рабочие места с ними уже сохранялись. Ну, пока трудно сказать об этом, потому что у нас действительно только начали становиться на учет, буквально на вчерашнюю дату у нас 8 человек, только таких было зарегистрировано граждан. И, в общем-то, пока еще, пока мы выдали направление, сложно сказать, насколько работодатели к этому относятся. Ну, я не думаю, что это будет проблемой, тем более, опять же, подойдет под их, под военнослужащие, подойдет, там даже будут государственные программы, что касается компенсации на затраты, там, середина, социального взноса, то есть будем экономические работодатели заинтересовывать. Поэтому, я думаю, нужно подождать, и мы как-то будем уже решать эти вопросы. Мы должны понимать эти все эти проблемы и помогать, естественно, приемы их в военнослужащих. А компенсация государственной есть? Какая-то, более, может быть, широкая информация, то, что это будет за компенсация, в каком размере, то есть, если предприятия, это еще пока будет в процессе разработки? Ну, на сегодняшний день то, что пока есть уже в законе, опять же, который еще не подписан президентом, это будет компенсироваться единый социальный взнос за военнослужащих, за молодежь, которые не достигли 35 лет. Это мы будем, как бы, уже точно то, что будет работать этот механизм. Я думаю, так же, как и для переселенцев, будет также законодательство и для этой категории граждан немножко, так скажем, шире, так сказать, расширено законодательные нормы. Поэтому надеемся, что... Кроме этого, еще одна норма касается обучения, мы об этом говорили сегодня. Кроме того, что в том числе и демобилизованные военнослужащие, они будут, естественно, получить помощь в обучении, обратившись в Центр Зайтости, получив статус безработного, но есть там те категории, которые, скажем, не захотят получить статус безработного или каким-то причинам не смогут этого сделать. Это касается инвалидов, в частности, демобилизованных. Они могут получить, скажем, не регистрируясь в Центр Зайтости, получить просто ваучер на обучение, на обучение, там, рядом специальностей, которые тяжели кабинетом министру. Получив ваучер, они должны выбрать учебное заведение, как бы информация у нас полностью есть по учебному заведению, они выбирают учебное заведение, обращаются, учатся в этом учебном заведении, а служба за этость полностью оплачивает их не обучением. Единственное условие – это стоимость обучения, которая может оплатить служба за этости, это не больше 10 минимальных заработных плат, то есть 12 180 гривен. Ну, с остальной суммой, допустим, если это будет больше суммы, может оплатить сам человек или какой-то работодатель, вот такую сумму, чтобы занятость может компенсировать за обучение даже тем, кто не стоит на учете в Центре Зайтости, именно с числа инвалидов пока что. Михаил, в качестве анонсирования, скажите, пожалуйста, какие крупные компании согласились или подали заявку, да и с какими вы ведете переговоры, они уже на пути на вашу ярмарку вакансий и возможностей в качестве анонса? Мы только начали вести переговоры с компаниями, и вот в этом смысле Центр Зайтости очень активно включился в работу. Ну, вот на данный момент предварительные согласия новой почты, достаточно крупные системные компании, которые мы планируем привлечь. Ну, и мы продолжаем работать, я в любом случае приглашаю крупные компании Харькова к сотрудничеству, потому что участие в ярмарке бесплатно, это социальный проект, а для вас же это возможность не только реализовать социальную ответственность своего бизнеса, но и реально найти новые таланты для своего предприятия. Да, спасибо большое.